Привет! Сегодня приготовим пирожные из готового вот такого теста. Для наполнения мне нужны замороженные ягоды, вот у меня есть клубника, в принципе можно брать свежие, и замороженный персик, тоже порезанный, сейчас я его порежу еще помельче, а также взбитые сливки с сахаром, пока они мне просто стоят в холодильнике. Нарезаем помельче фрукты и ягоды. Ягода у меня еще не полностью разморожена, я не хочу, чтобы она была полностью разморожена, потому что она будет очень мягкая и ей будет тяжело резать. Вернее она будет просто растекаться, поэтому я делаю так, чтобы она была еще не полностью растаявшая и режем. Так, ягоды у нас приготовлены. Включаем духовку подогреваться на 375 градусов. Теперь займемся тестом. Тесто должно было полежать в комнатной температуре, чтобы оно не было замороженным, чтобы оно уже легко резалось. Я разрезаю вот на такие квадратики. Я уже пользовалась просто, поэтому они вообще-то длиннее эти простыни из теста. Они длиннее, чем сейчас у меня, потому что я уже отрезала такую полосочку. У меня достаточно одной такой полосы, я делю ее на 3 части еще, чтобы получилась форма квадратная. Теперь я беру форму. Каждый этот квадрат я делю по толщине на 2 половинки и еще раз на 2. Примерно. И кладу вот так вот, чтобы получилось вот такой, как шестиугольник, вернее восьмиугольник. И этот восьмиугольник я просто кладу в форму. Так же и со следующими. Так, здесь у меня рассчитано, значит, еще. Вот так делаю. И кладу форму. Потом в эту форму наполняем ягоды. Получились вот такие подготовленные формочки. Я кладу на дно ягоды, порезанные фрукты. Можно делать, я думаю, немножко даже потоньше эти формы. Можно класть любую начинку. Тесто не сладкое. Какое вы захотите. Что вы придумаете. Так, я посыпаю немножко корицы. И сахара. И ставлю выпекать духовку на 35 минут. Духовка у нас подогрелась. Я ставлю таймер на 35 минут. И будем выпекать. Для крема я взяла сливки. Или виппинг крем. И сахар. Где-то примерно полтора стакана сливок. И не полный стакан сахара. Взбиваем до загустевания. И держим в холодильнике до того, как у нас пирожные испекутся и остынут. Подготовленные взбитые сливки. Можно заполнять пирожные просто сверху ложкой. А можно положить в кондитерский мешок. И выдавить на него. Более красиво уложить сливки от пирожного. Остывшие пирожные сверху заполняем вот так вот. Взбитыми сливками. Почему они должны быть остывшие? Чтобы сливки сразу не растаяли и не потекли. У нас прошло 35 минут. Я вытащила. И теперь нужно, чтобы они остыли. Когда пирожные немножко остынут. Аккуратно вытащить. И поставить на тарелочку. Чтобы они уже полностью остыли. Особенно, чтобы дно было такое уже прохладное. И тогда можно будет заполнять кремом. Потому что, если они будут теплые, то крем просто потечет. Аккуратно вытаскивать. Так как форма у меня силиконовая. Я ее ничем не произвела. Они просто аккуратно и свободно выходят из формы. Можно даже поставить в холодильник на пару минут, чтобы они полностью остыли. Они полностью остыли в холодильнике. Я беру из холодильника тоже приготовленный уже кондитерский мешок с кремом. И наполняю кремом серединку. Сверху, наверху ягод. Все готово. Приятного аппетита. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...